Ни для кого не секрет, что столицу окутались жилмассивы с одноэтажными домами из глины. Все улицы в них названы по инициативе местных жителей. Какую-то назвали энтемаг во имя дружбы, другую – рысхэ, чтобы все жили в достатке. Впрочем, назвать улицу могут в честь любого, кто, к примеру, в состоянии посыпать ее гравием. Название улицы мы придумываем на общем собрании. Иногда некоторые предлагают посыпать грави или провести освещение. В благодарность мы называем улицы в честь их родителей. Я думаю, это нормально, ведь мэрия же не помогает нам. Почему мы не можем решить, как называть наши улицы? Такой опыт жилмассива специалисты считают нормальным явлением. Граждане, которые сами построили дома, провели электричество и воду, вполне могут дать название своим улицам, считают они. Кто эти люди, именно которых пишутся на табличках? И какие у них заслуги перед народом? Никто не знает. Власть города не контролирует этот процесс, хотя инициатива должна была исходить именно от них, отмечают общественные деятели. Возможно, среди них есть бандиты или воры. Откуда у них средства на благоустройство жилмассивов? Это в корне неправильно. Все должно контролироваться со стороны госорганов. Мы же не знаем, в честь кого названы эти улицы. За уточнением мы обратились в мэрию Бишкека. Однако получить ответы от самого градоначальника так и не удалось. Советник Азиза Суракматова Гулял Мамбетова сообщает, что муниципалитет объявил мораторий на присвоение названий новым улицам. В 2013 году наложили мораторий. После его продлили с постановлением правительства в 2017 году. Причина продления в 2020 году ожидается большая регистрация по всей стране. Последний раз такое было в 2009. 11 лет не было проведено каких-либо регистраций. Однако этот мораторий успешно игнорируется простым народом. Жители жилмассива Агардо дали самой широкой улице имя журналиста Уламбека Егизбаева. Официально оно не закреплено, так как документы от Бишкека глав архитектуры населенный пункт еще не получил. Но это не помешало жителям повесить таблички по всей улице с приобретенным названием. Многие жилмассивы, к примеру, по территории перешли в Аламединский район Чуйской области. И если они называют улицу чьим-то именем, то они должны обращаться в местный кенеж. Депутаты на местах должны решить этот вопрос. Есть своя процедура. Название улиц – это полбеды. Зачастую ориентироваться по Бишкеку трудно даже местным жителям, не говоря о приезжих или туристах. Нет ни ориентировочных знаков, ни современных карт. Ситуацию спасают мобильные разработчики. Онлайн-карта – это единственная помощь заблудившемуся человеку. Но вернемся к цифрам. У 5% улиц по всей республике нет названий, и львиная доля приходится именно на столицу. В Аше безымянной улице составляет 9%. В Таласе и Баткене – 6,7% соответственно. Печально все и с табличками. Они отсутствуют у 33% улиц по всей стране. Перезад Бақытова, Айгерим Туқтуналиева, Алтынбек Куанчпеков, Нью-ТВ.